Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И когда я пришел счастливо домой, естественно первым делом я сунул диск туда, куда полагается, установил игру и после этого понял, что Хачара меня совсем не обманул. Это действительно Sims 3 7 или 8 в 1. И естественно с этих слов можно тогда уже начинать наш прохождение. Хотя это даже нельзя назвать прохождением, потому что Sims 3 в принципе невозможно пройти. Я не видел в мире ни одного человека, который бы это сделал. Именно поэтому давайте, я даже не знаю какой из городов мы выберем, где мы будем заселять нашего товарища. Так, тут так дофига какие-то тут с монеткой. Симбал, я не знаю что это за единица, что это за валюта. Наверное где-нибудь в Греции такие деньги принимают, но явно у меня их нету, поэтому будем выбирать из того, что у нас есть. Так, конечно было бы неплохо заселиться в сравненный город, который остается... Ладно, здесь по-моему только растут пальмы, и естественно рядом с кокосовыми стружками не хочется спать. Так, выбрать город основан монахами. Вот, вот это то что нужно, основан монахами, сразу после этих слов хочется начинать играть. Так, 300 лет, целеустремленные, то есть здесь все певцы, киркоров, то есть басков, все здесь в принципе родились в городе Starlight Shores, поэтому можно начинать играть. И после самой долгой загрузки в моей жизни, все-таки мы перебрались к нашему городу. Давайте, пожалуй, создадим персонажа. Так, у нас появился редактор персонажа, и сразу же нам предлагают играть за жирную ковбойскую женщину. И естественно, естественно, я предпочту что-нибудь другое, например, Софью... А, здесь есть действительно рандомные кнопки, которые будут создавать нам персонажа, и это совершенно потрясающе. Блин, почему нам предлагают всегда играть за каких-то барышень? Так, или здесь нужно выбрать действительно мужчину? Так. Так, ёпт. Что за серёжа за зверь? Левый. Так. Вот, по-моему, потрясающий персонаж, но на самом деле нет. Так, а какое имя мы выберем? Давайте попытаем счастье в игре в кости, поэтому случайное имя Даррен Рэнфорд... Какие-то все пафосные имена. Давайте сыграем за простого парня Олега Газманова. Нет, Олег... Олег, господи, я печатаю в темноте, и я даже не вижу букв собственных. Олег Траган. Вот именно. Фамилию оставим как есть. Так, будем играть. Так, а что, почему нам... Опа. Вот, и после этого вы скажете, что это не лучшая игра 21 века. Блин, я даже не знаю, за кого мы можем здесь играть. Давайте будем оборотнем, наверное. Чёрт возьми. Что с ним не так? Он уже превратился или ещё нет? Но, тем не менее. Блин. Может, я это зря, конечно, сделал? Так, ну, пока что ничего не предвещает буря. Он остался таким, как есть. Ладно, будем создавать. Будет он у нас молодым ещё. Вес он будет таким более-менее худым. Мускулатура. Всё будет начинать с нуля. Потому что, действительно, я хочу начать с какого-то задрипыша из провинции. Чтобы в итоге развить его до сумасшедшего какого-то суперстара. Поэтому, так, цвет кожи нет. Зелёным он точно у нас не будет даже изначально. Даже несмотря на то, что он оборотень. Хотя я даже не видел ни разу зелёных оборотней так. Как долго тут всё грузится. Так, из причесок тут действительно большой выбор. Можно, например, выбрать прическу пришельца фиолетового. А, нет, это мы перебрались в аксессуары для волос. Так. Выбрать нам надо какую-то такую грязную. Грязные волосы, немытые. Десятилетней давности. Так. Пока что я даже не вижу ничего похожего на то, что нам нужно. Нет, не туда я нажал. Господи. Что из этого нам может, в принципе, подойти, я даже не знаю. Ээээ. Так. Так. Все здесь какие-то прически уже изначально уложены. И даже... Эээ. Вот. Мне нравится очень прическа Хитмана. Так. Эээ. Давайте выберем. Пусть он будет даже не кудрявый. Эээ. Такой парень. Парень озорной. С ракезом на пол головы. Нет. Здесь он похож... Я даже не знаю, на кого он здесь похож. Больше похож уже на какого-то готового мажора. Так. А-ля Битлз. Нет. Это слишком ужасно. Давайте выберем простую. Вот такую простую прическу. Как у Стаса Пьехи. Так. Брови. Бровь. Эээ. Я, конечно, бы с удовольствием сделал ему монобровь. Потому что... Ну, лучше монобровь я не знаю, что может быть вообще на этой планете. Или даже без бровей. Ладно. Выберем ему обычный, самый первый вариант. И пусть он будет у нас какой-то заросший. Такой заросший, заплесневелый парень из деревни. Первый парень на деревне. Так. Или лучше с такими усами. Блин. Он настолько ужасен, насколько ужасны... Я не знаю. Насколько ужасны мои мысли сейчас в голове. Так. Выберем вот такой. Бля. Это просто отврат. Ладно. Выберем обычную щетину. Так. И растительность. Растительность на теле. Пусть он будет у нас таким пока что еще зеленым юнцом. Блин. Я не могу смотреть на голые мужские пусть и виртуальные тела. Так. Выберем ему тип лица. Пожалуй. Ну вот, по-моему, самое то. Тем не менее, он до сих пор похож на девушку. Я даже не знаю, что тут нужно сделать, чтобы превратить его в более мужеподобного. Так. Может ему нужно нос горбушкой. Я даже не знаю. Так. Выберем. Давайте ему какой-нибудь... Ну ладно. Я всегда предпочитаю выбирать спер... Фу, ужасно. Первые варианты. Что с его губами не так? Ладно. Оставим как есть. Веснушки может придадут брутальности? Нет. Веснушки наоборот еще хуже делают. Макияж не дай бог. Так. Татуху. Естественно, нужно татуху в виде... В виде кота или крота. Я даже... Нет. Масонский глаз. Что может быть лучше, чем лама? Лучше может быть только череп, естественно. Сделаем череп во всю... Почему нельзя во всю спину? Черт возьми, сделает. Нет. Давайте сделаем солнце. Так. Сделаем звезду на спину. Которую будем видеть только мы, наверное. Перейдем к одежде, давайте. Господи. Как начинает тормозить все здесь. Это меню. По-моему, здесь одежды больше, чем... Я не знаю. Больше, чем на китайском рынке. Так как он у нас парень из провинции. Выберем ему, пожалуй, такую задрипанную футболку. Выберем обычную, вот такую грязную толстовку. Тоже не то. Вот это, по-моему, прекрасно. Просто прекрасно. Нет. Так. Я думаю, стандартный выбор. Это... Ужасная синяя такая выцветшая рубашка. Но почему бы нет? Так. Штанцы. Сразу перекинемся на штанцы. Естественно, тоже хочется выбрать сразу рваные. Но... Но я думаю, с рваными нам, в принципе, идти будет некуда, кроме нашего туалета. Он похож на кого-то школьника. Я не знаю. Он похож на школьника. Это в 100% игра десятилетия, потому что любая игра, в которой есть костюм хот-дога, она изначально становится сразу же игрой года. И даже, возможно, столетия. Так. Наконец-то мы определились, наверное, с верхом. Выберем, пожалуй, толстовку. Самую обыкновенную. Хотя здесь она тоже выглядит, блин, по-моему, достаточно круто. Но, ладно. Наконец-то мы перейдем к штанам, потому что полдня проводить за кастомизацией я не собираюсь. Так. Какие бы штанцы выбрать? Я даже не знаю. Коричневые. Тоже не то. Надо какие-то обычные черные брюки. Вот такого типа, наверное. Блин, ужасные штаны. Честно признаюсь, я бы такие даже на рынок бы не одел. Ладно. Слишком ему сжимает везде. Ладно. Пожалуй, оставим как есть. Перейдем уже, наконец-то, к нашим башмакам. И что ж... Первый вариант. Что это такое? Нет, это кирзачи. Картошку копать. Так. Отлично. Туфли Авадина. О-хо-хо! Правда, здесь можно провести вечность, пока выберешь одежду. А здесь... Аж сколько? Шесть комплектов. Господи, я не представляю, сколько я здесь проведу времени. Нет, это слишком ужасно. Слишком ужасно. Обычные кеды. Вот, выберем обычные белые кеды. Аксессуары. Ничего такой, наверное, не будем. А, кстати, нам надо поменять глаза. Мне не нравится этот мочевой оттенок его глаз. Так, где они? Здесь, по-моему, это все дело выбирать. Выберем обычные, наверное... Я даже не знаю, что это за цвет. Ладно. Официального костюма у нас быть не можно, потому что работаем мы в колхозе. И денег у нас, естественно, не хватает. Будем приходить на официальные встречи мы, разве что. О, все-таки, все-таки государство нам выделило деньги на пиджак. Давайте, пожалуй, выберем этот комплект. Итак, штаны мы выбрали. Теперь остается нам выбрать, естественно, кирзачи под наш официальный костюм. И, конечно, хотелось бы выбрать эти прекрасные сапоги, но наши штаны мешают им. Так, выберем, пожалуй, обычные классические туфли. Блин! Или... Почему нету красного макаса? Ладно, выберем обычные туфли без носка, естественно. Ночное белье. Господи, как это долго! Так, мне нравится вот это. Футболка с котом на спине, который царапает нам все, что возможно. Так, возьмем, пожалуй, хардкорные штаны с... Я не знаю, дракон это или кот. Я уже не различаю, в принципе, ничего. Вот так. И перейдем, пожалуй... А, тут же, наверное, есть прекрасные топульки с котами. Коты, в принципе, украшают все, что можно, поэтому, естественно, добавим их сюда. Так, спортивная одежда. О, боги! Так, спортивный костюм. Тогда выберем вот эту толстовку. Обыкновенную. И оставим, наверное, его в ластах. Хотя, я даже не знаю. Так, и спортивные штаны, естественно. Спортивные штаны ему не помешают. Ни в коем случае. Выберем, пожалуй, ему совершенно обыкновенные штанцы. Даже это штанами назвать нельзя. Это скорее бриджи. Или, я не знаю, или это просто штаны для карликов. А, будем бегать в том, в чем мы, в принципе, и ходим на официальные встречи, наверное. Хотя нет. Выберем обычные, наверное, вот эти кидасы. Да. Так, обувь. Я не знаю, ласты нам нужны. Как бы он не споткнулся у нас в первый же день. Так, и верхняя одежда. Верхняя одежда. Я не знаю, правда, для чего еще и верхнюю одежду решили создать. Но, тем не менее. Так. Отлично. То есть, это, наверное, когда мы будем выбираться куда-то в горы, если они здесь, правда, есть. Блин, он похож на кого-то борцуху. Я не хотел делать борцуху, правда. Так, давайте перейдем уже непосредственно. Кстати, здесь можно также делать внешность для оборотня. Но, я думаю, она тут автоматически... Юпту, какой страшный оборотня. Это ужасно. Это просто ужасно. После такого у меня даже менять ничего не хочется. Оставим как есть. Я не хочу даже возвращаться к этому. Так, бунтарь. Сделаем так. Два, три. Бунтарь. Воспитанный. Любит собак. Невезучий. И шутник. Естественно. Все качества, которые должны быть присущи, любому. Любому мужчине. Так, собачий друг, главарь стаи. Мастер. Я даже не знаю, что... Звезда экрана. Давайте выберем звезду экрана. Так, в принципе, все, я думаю. С этим-то товарищем у нас должно быть все покончено. Наконец-таки. Так. Вкусы. Любимая еда. Господи, здесь еще любимую еду нужно выбирать. Моя личная любимая еда. Это... Это, естественно, ничего. Я не знаю. Блин, пофиг. Пусть будет у нас любимая котлета с сыром. Будем любить мы... Тут есть обычную музыку и любимый цвет красный. Говорить он будет у нас таким. Ладно. Вот, по-моему, самые оптимальные настройки. Наконец-то. Так. Естественно, чтобы нашему товарищу... Жилось довольно весело. Создадим ему кота. Господи, прекрасный кот. Пусть чем будет женского пола. Давайте кота будут звать... Нет. Мужзик, шарик. Это все банально. Кота будут звать кот. Обычный питомец. Выберем, наверное, здесь породу. Порода жирного кота надо выбрать. Чтоб потом не кормить. Вот этот мне нравится. Косоглазый и с мелкими ушами. Отличный кот. Хотя вот этот более жирный. Ну-ка посмотрим. Да, прекрасно. Но нет, этот все-таки мне больше нравится. Так, шерсть. Я думаю, все это бесполезно выбирать. В принципе, кота мы уже выбрали. Добавим черты ему. А рандомный, нервный? Нет. Не хочу, чтобы он был нервным. Не хочу, чтобы был кот нервным. И злюкой. Нервный тип, шумелка? Нет. Злюка. Господи. Дайте мне нормального кота. Лапочка. Так, поросенок. Одиночка. Ну ладно. Вот. Лучший голос для кота. В принципе, все. Мы создали, наверное, нашего персонажа. Отлично принять. Да, и наконец, наше двухдневное создание персонажа закончилось. И можно, я думаю, уже будет вселяться куда-нибудь. Я пока не вижу ни единого дома, который был... А вот. Вот есть у нас дом, который был свободен. Вот это мне нравится намного больше. Но у нас, я даже не знаю, с мебелью, без мебели. Давайте купим без мебели. И остальное доставим, я думаю. Туалеты там хотя бы будет. Ладно, приобрести. Берем этот дом. Наконец-то, наконец-то. Мы уже приобрели наш первый. Наш первый и, пожалуй, последний дом. В принципе, здесь есть все, что нужно для холостяка. С котом. Здесь есть где помыться. Здесь есть где пожрать. А спать я, в принципе, могу спать и в этих кустах. Персонажи обожают болтать. Хотите получать? Отлично. У нас есть хотя бы кошка. По крайней мере, нам скучно точно не будет. У нас есть собственный гараж. Я вижу соседние дома. И это не может не радовать. Так. Думаю, в первой части мы получим работу. Сделаем небольшую обстановку. Сходим на работу. И, в принципе, тогда можно будет закончить, я думаю. Хотя, как может быть, первая часть. Без похода в туалет, естественно. Воспользоваться. Так. Посмотрим. Если мне память не изменяет. Эти всплывающие подсказки, они, в принципе, не нужны. Досуг, бодрость. У нас очень веселый дом. Действительно, очень веселый. Это потрясающий угнетающий паркет. Так, давайте перейдем в режим покупки. Посмотрим на эти квадратики. Так. Посетите сим-стор. Блин, тут столько вещей. По-моему, крутых. Но я не знаю, как их покупать. Только, пожалуй, за какие-то сим-балы. Я не знаю совершенно, как их получать. Отлично. Так. Так, сортировка, сантехника, шкафчики. Нам нужно... Что же нам нужно, скажем, дружно? Нужны нам кухонные тумбы. А, нам нужна же кровать, точно. Господи, как же он будет спать? Сейчас я не совсем еще ужасный хозяин. И посмотрим. Так. Возьмем пока что, наверное, самую дешевую. Одноместную. Хотя, может быть, мы сразу же в первую ночь будем спать с кошкой. С спальный мешок. Ну, ладно. Потратимся. Мы все-таки 450 баксов потратим на красную. На красную или на зеленую. Давайте, пожалуй, купим обычную зеленую кровать. Впихнем ее в самый туда вот угол, что ни на есть. И все. В принципе, я не знаю, будильник, если будет звенеть, поставим... Я не знаю, сможет ли он пройти, конечно, на эту кровать, если мы сюда поставим еще тумбу с будильником. Ну, ладно. Это... Это уже его проблемы. Пока что, пока что, я думаю, ему хватит. Сколько у нас там? Еще 1890... 1869, да. Денег, в принципе, достаточно. Ванной все есть. Здесь кухня. Отлично. Сделаем, пожалуй, небольшой такой диванчик поставим. Диванчик мягкие губы. Ну, грех отказываться от диванчика мягкие губы. Все проходит. Вот, все проходит. Это тот диван, который действительно нам нужен, потому что... Чувствую, скоро у нашего героя созреет геморрой. Офигенный диван. Правда, офигенный. Так. И... По всем правилам поставим его, пожалуй... Ммм... На прекрасный телевизор. Ну, блин. Это окно... Оно более чем мешает нам. Ну, ладно. Хотя бы все будут видеть, какой прекрасный зад у нашего телевизора. Так. Все, давайте... Пожалуй, сыграем. Так. Пусть он сходит из прожницы. Кот. Блин, кот. Блин, мы для кота забыли, действительно. Мы для кота забыли... Я не знаю, что... Туалет для кота. Но пусть он ходит туда же, куда и мы. Надеюсь, мы сможем его обучить этому. Так. Работа дает возможность добиться финансового благополучия. Отлично. Блин, мы сможем сразу болтать. Прости... Блин. Тесак, надеюсь, нас не смотрит. Потому что провести свободное время с Оливером... Это действительно не то, о чем мечтали многие, наверное, в этом выпуске. Так. Работа и профессии. Найти работу. Отлично. Так. Блин, у него светятся глаза. Это пугает, правда. Он, наверное, в любую секунду может стать оборотнем. И я даже не знаю, что стоит ожидать от него. И, походу, у него лысина на голове. Или я не знаю, почему так светятся его волосы. Так. Так, что приютили домашнее животное. Т-т-т-т, как заботиться. Ладно. Знаю я, как у меня у самого есть кот. Или кошка. Так. А... В армию пойдем. Сколько зарплата? 40 в час. Работаем. Так. Не покладая рук. Кстати, 3 выходных. Ну, да. На час больше, чем везде. Бизнес, армия, журналистика. Олег знает. Если правильно подать факты, это может стать сенсацией. Так. Смирно подобрать животы. У вас появится шанс научиться защищать своих близких, повидать мир. Т-т-т. Но нас смогут убить в армии в первый же день, я думаю. Или, не знаю, зачмырить. Так. Давайте, пожалуй, будем журналистами. Возможно, добьемся больших успехов. Хотя нет. Идем мы все-таки в армию. Надо нам воспитать нашего юнца. О! Олег Трага начинает свою карьеру и его выбор армии. Поделиться этим воспоминанием об ДДТ. А с кем? Блин, я ни с кем не буду делиться этим воспоминанием, потому что воспоминания об армии, это не то, о чем действительно стоит вспоминать больше всего и чаще всего. Отлично, Олег Траган. Приласкай кота. А Олег сразу у нас идет спать. Необходимо удовлетворить. Потребности хотите... Да никогда... Позже. Позже. Все. Я не хочу ничего узнавать. Скройся. Блин, нам кот не будет мешать. Офигеть. Если мы превратимся в оборотня, мы, наверное, сожрем кота. Кот. Прости. Кот Траган. Не знаю, здесь можно, кстати, будет походу... Менять фамилию. Что? Что ему не понравилось? Ты не умеешь себя вести с котами, это ужасно. Отлично. Но диван мне действительно нравится. Диван пушечный. Да никогда, никогда. Не хочу я эти бесполезные подсказки. Да. Залить скриншот в фейсбук. Меня потом в фейсбуке заблокируют. Если я залью скриншот с Симса 3. Так. Кот тоже будет с нами смотреть. Блин, почему-то Симс подлагивает чуть-чуть. Так. Он начинает проседать фпски. И это не к добру. Так. Ну, к нам кто-нибудь придет знакомиться-то? Так. Какая-то чексуля собирается подвалить к нашему Олегу. И она похожа тоже на оборотня. Или это действительно ее лицо? Ну, я не знаю, она уже превратилась или нет. Ладно. О! У нас соседи. Отлично. Рассказать анекдот. Ээээ... Блин. Пригласить войти всех. Действительно. Поздравить с новосельем. Заканчивай сидеть. Сидишь геморрой еще. Так. Отлично. Блин. Я не засекаю, сколько серий идет. Ладно. Я думаю, познакомимся мы с соседями. Всех поприветствуем. Это какой-то старпер, которого мы, наверное, сразу же съедим. Так, знакомая. Линди думает, что Олег в порядке. Ну, естественно. Олег-то у нас в порядке. Даже несмотря на то, что, по-моему, у него фиолетовые волосы. Или что это? Это не... Это похоже на милирование фиолетовое. Ужасно. Я... Как я мог упустить это? Так. Приветствовать. Попросить уйти, рассказать анекдоты выпадения шерсти. Давайте расскажем всем анекдоты, потому что ничего смешнее анекдоты выпадения шерсти я, пожалуй, в своей жизни не слышал. Ладно. Я думаю, наш кот будет вытягивать... Опа. Кот начал шипеть. Сторожевой кот, молодец. У нас реально светятся глаза, и я уже жалею, что, возможно, я выбрал оборотня. Потому что страшно становится... Так. О, у нас тачка! Be my right... Отлично, у нас есть собственная тачка, отлично! Полицейский автомобиль, но мы же в армии. Армия и полиция это одно и то же, но я почему-то думал иначе. Ладно, давайте... Да, я не знаю... Смешно рассказать... Ну, дважды рассказывать анекдоты выпадения шерсти, это... Это, наверное... Сродни Петросяну. Ладно, скончить розы... Рассказать забавную историю. Давайте расскажем забавную историю. Пожалуй, мы уже успели посраться со всеми и с каждым. Ладно. Перемотаем время. Какого черта он не хочет ей рассказывать забавную историю? Главная история выпадения шерсти он рассказывать умеет, но... Так, Линдия, знакомая черты характера. Пока что мы, собственно, ничего не знаем, кроме того, как она очень похожа на жаробасину. Да, так и есть, у нее второй подбородок. И понятно, почему начал шипеть кот. Блин, мне показался, дедок правда голый сидит у нас со вторым мужиком на нашем только что купленном диване. Дорогие друзья, я думаю, в принципе, на этом можно закончить. Так, угостить мороженое. Угости мороженым напоследок, отлично. Он успел. Давайте угостим мороженым напоследок. Не знаю кого, кота или, кажется, пора домой. Так, ледяной кролик, рожок мороженого. Сколько у нас осталось? Давайте разноцветное мороженое. Купить предметы. Купим предметы, пожалуй. И угостим. Можно угостить? Я не знаю. Задорится дружелюбно, смешно. Анекдота выпадения шерсти. Ладно. Дорогие друзья, да, мне, пожалуй... Нет, еще на работу мне не пора. В принципе, думаю, на этом можно закончить нашу серию. Обустроиться мы обустроились. На работу мы тоже устроились. Мороженое купили. Анекдота шерсти выпадающей рассказали. Что может быть лучше? Все, я думаю, на этом мы заканчиваем. И спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, обязательно подписывайтесь на этот канал. Это мотивирует особенным образом. И если хотите видеть больше таких видео, ставьте большие пальцы, жирный вверх. И это очень помогает. И пишите ваши приятные и умные комментарии. Всем до скорых встреч.